всем здравствуйте а мы в нижнем довгороде мы вернулись в морозушку в минус 20 ребят по вашим многочисленным просьбам линейка хауга очень противоречивая с одной стороны интересная с другой стороны бюджетная ну и мы не можем про нее не рассказать потому что она требует внимание вот поэтому мы идем рассказывать вам про серию ауга жизнь меняется а мебель хауга остается мы создали серию хауга чтобы у вас была мебель на любой случай жизни для любого дома и буквально в каждой комнате с ней ваша жизнь станет проще в серии представлен широкий выбор моделей которые можно легко переставить или дополнить подстраивать под ваши изменения благодаря продуманному дизайну поставленные вплотную предметы мебели словно образует единое целое такое решение позволяет экспериментировать с комбинациями зависимости от того сколько свободного места вам доступно серии есть различные решения для хранения и в гостиной в коридоре и столовой каждый товар создан чтобы вы могли максимально эффективно распорядиться свободным местом и при этом выбрать на свое усмотрение сколько вам нужно открытых полок сколько ящиков полок за дверями хотите красиво расставить ваши любимые вещи любрать подальше остальные решать только вам а вот что насчет нижнего внешнего вида о нем мы тоже позаботились серия выдержана в традиционном стиле но не уступает функциональности современной мебели и это делает ее уникальный а интерьер в целом более выразительным друзья как обычно начнем с матчасти но к сожалению дизайнеры нижнего новгорода не подготовились и на стене этого не прорисовали но у нас есть вот такая волшебная шпаргалка здесь скажу сразу не все они все значит смотрите серия хауга во первых это два цвета серый и белый в линейке серванты цена 12 999 шкаф высокий двухдверный 10 999 шкаф двухдверный с полкой 7000 шкаф витрина 10 тысяч тумба под тв 7000 комод с тремя ящиками 7000 комод с тремя ящиками и полка 9000 большой комод на 6 ящиков 15000 гардероб с раздвижными дверями 16000 и дополнительно полка за штуку 500 рублей все кстати сочешь про галочку очень удобно идти на склад самообслуживания мы туда в принципе в конце мы туда в принципе в конце исходим для чего чтобы показать в какой стране изготовлена данная линейка а теперь погнали докапываться давай так сначала я хочу показать цвет вот он классический серый цвет в принципе приятный и я бы например поменяла ручки дим пойдем покажем сначала поближе фактуру знаете смотрите димс тебя фактура с меня сопровождение звуковое у нас дсп покрита окр покрыта акриловой краской бумажная пленка и пластиковая окантовка то есть это dvp покрашенная при этом в принципе я довольно прокрасом смотрите из плюсов не оставали не остаются вот эти царапучки прям вот и все их нет сейчас кто-то скажет не эстетично фу-фу-фу ребят но как вам еще проверить а сейчас я делаю самое нелюбимое движение хейтеров нашего канала у меня железные ногти я могу себе это позволить итак покрытие мы выяснили плотная в принципе по покрытию я думала что хауга будет хуже вот здесь у нас идет усиление по окантовки дополнительно пластиковая единственное что меня смущает дим мне бы поближе я надеюсь ты сможешь понять фокус вот видишь трещинки мелкие и плюс это будет очень быстро обтираться потому что уже в процессе сборки вот это протирается поэтому у кого уже хауга живет дома посмотрите пожалуйста вот на эти боковые выступающие части потому что именно они являются изюминкой в данной линейке и если они будут быстро обладать то извините ваш изюм быстро протухнет поэтому вот эти моменты пожалуйста ребят расскажите у нас еще пока не так часто ее заказывают чтобы собрать статистику по ней теперь по ручкам где мы здесь сюда ручка холодная металлическая как будто вот поинтересно сюда ручки просится да поэкспериментировать можно они прокручивают сразу ручки чтоб так так ящики самый бюджет то есть никаких покупок и даже намеков нет аллилуйя у нас дэспы закрасили не окромили как надо было бы мы хотя бы закрасить удивительно такой что дизайнеры сами сделали а так значит смотрим усиление у ящика нет провал будет если вы будете нагружать имейте пожалуйста это виду может быть я сейчас увижу а да кстати меня нам даже ходить на склад и скажу бумага микрофончик пожалуйста не только себе рассказываем да не пойму плохо написано до склада дойдем дайте да а так дим но этот ролик стандарт самый дешевый кстати у прям самых дешевых комонов такие же имейте это ввиду из красоты радует только вот подход под хэм нас в бурбочку как я называю ее то есть сюда я бы поставила доводчики плавного хода чтобы это не шумело потому что ящики прям так криво поставила теперь давай дальше разбираться мы кстати сейчас находимся в серванте который стоит 13000 здесь у нас три ящика выдвижных один поуже 2 пошире и 2 по 2 шкафчикам шкафчиках 3 полки полноценных регулировка у полок минимальная то есть по одной дырки рядом с каждой полки в принципе все нет по 2 очень интересный чопик дим видно другой стран очень интересный чопик но даже если вы его потеряете дождите кстати такой нигде в серии не встречал очень оригинал да если вы его потеряете неизвестно сможете подобрать что-то сюда так значит три полки у каждой есть регулировка в две регулировки вот здесь очень интересные фигуринки я не знаю зачем они нужны где а то вот еще полка все и вот увидим зачем они нужны не смогу так нам одна полка не поддалась мы вторую достали что-то я затупил идем здесь же не три полки здесь две по факту как бы по функционалу 3 съемных полных 2 1 за дном является вот такой вот стопорок ребят он вот здесь и у нас такое подозрение что эти стопорки для того чтобы дверка не билась а полку не чтобы она равномерно закрывалась а не уходил во внутрь комода ограничитель я так предполагаю всем очень интересно ваше мнение по этому поводу а ты можешь прикрыть дверку посмотреть будут соприкасаться на нет и смотри как интересно обработаны полки суши я такого не видела уйти и ни разу значит здесь дсп и она сверху как тонким слоем еще за полюбов не наш не 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 я интерпретировать страну не могу ленте вот лента вот пойдем сейчас google помощь конечно может однами поражать но чего-то не знать в принципе не стыдно одна сторона гладкая другая сторона прям шершавая шершавая все я поставил на место и смотрите по шумовому бешено просто честно сюда обязательно нужно доводчики плавного хода очень хорошо интересно представлена вот эта часть вот эти прорези они дополнительный объем мебели дают и смотрится более лаконично чем просто было бы гладкая про хвостик я вам уже сказал про эти боковушки это тоже интересное решение метр сорок на 84 совершенно спокойно можно взять вместо тумба под тв в принципе высоковато и неплохо занимает по месту и пространство как бы даст не вот ну лаконично смотрится мне нравится пойдем дальше сервант белый цвет мы вам покажем отдельно сервант 1 2 3 4 полки 1 несъемная получается вот эта полка ребро жесткости да это тоже и 2 съемных вот эти чем классно вот эти боковушки да то есть верхушка уже используется не как верхний цоколь как полноценный полка на который можно что-то поставить с нее не свалится значит глубина такая же как у меня кстати она вся одной глубины поэтому ее можно поставить в одну линию тоже плюс дальше что у нас внутри прячется а внутри у нас принципе прячется то же самое что и в серванте две полки точно с такими же стопорками поэтому скорее всего стопора нужны для того чтобы полки дверки не заваливались да и не разбивали пол не разбивали где покажи крупным или уже показал как это смотрится вместе то есть фактически вот куда-то в гостиную можно вот так это поставить мы еще точно знаем что в европейской линейке есть еще одна один предмет из хауга ну надеюсь что в россии тоже появится пойдем кому-то кому-то три ящика 70 на 84 точно такие же ребят ящики даже доставать не буду и точно такое же расположение как у серванта то есть один узкий два пошире а среза под плинтус нет имейте пожалуйста это в виду либо вы делаете его самостоятельно вы можете лишиться гарантии вы убираете плинтус потому что это вопрос стал очень часто прилетать от подписчиков касаемо вот а что делать среза нету пойдем дальше шкаф витрина вот вот эта штучка мне очень понравилось во-первых легкая адекватные деньги и главное она не шумная по сравнению с остальной линейкой потому что все ящики дверки прям довольно-таки шумненькие здесь у нас прячется три полки и 4 это полноценное как дно можно использовать еще что мне у хауга понравилось я также предполагаю середина у нас зафиксированная полочка бы как нет все съемники можно даже просто снять из этого ваза какие-то ну для других целей обычно серединку жесткости еще смотри мне что понравилось она не сплошняком а выделен как бы цоколь до условные ноги якобы сделаны вот это облегчает конструкцию пока ну вот сейчас начиная смотреть я как-то в краснодаре и к ней так предвзято отнеслась ой а вот здесь вот что-то то ли неровные полы щель видишь просто сзади есть регулировка колесиков иногда это люди не запарились а так имейте ввиду когда будете собирать должно быть вот так не вот так вы или пол неровный ну хоть и ромни ровный хотят пол вроде как так пойдем дальше еще один скажу дима уже пошел как мужская ручка колечко ручь отвалился ясно ну мы не до этого далеко а шкаф с двумя дверями две дверки здесь внутри просто полки все то же самое 70 на 116 полка все съемные раз два то есть получается три полки 3 это дно 4 верхняя полка и 5 вот ну для шитья правда да какое-то все угрожаете я это шиты здесь для хранения хранения до либо в детскую куда-то сюда удобные книжки сложить они тяжелые хозяйки в принципе удобно будет а ты сравниваешь да со швейной машинкой твоей мамы которую дара мужика здоровых не сдвинут так как колокол висит это серый цвет а теперь белый цвет давай его детально посмотрим только не здесь здесь обликует пойдем сюда пойдем поближе кстати у белой мебели ручки тоже серые имейте это ввиду хочу отметить кстати вот на белом больше всего заметно стыке давайте фокус святой фокус приди на сером вообще незаметно сама вот эта часть вот продолжаем диалог белый цвет он не удачный я вот мое личное мнение показывать мне уже показал выдвинусь это шой и причем видно очень сильный как ни странно видно поэтому наверное если брать эту линейку то в сером цвете не в белом мы еще дойдем их шкаф покажем так давай посмотрим чем белый цвет может отличаться во первых а вот если в сером вот эти все углы как ты говорил да незаметные они как-то в единую конструкцию здесь даже в платят все дырки заметно поэтому ребят белый мне не очень нравится у меня была мысль мама просила подобного размера комод но наверное белый нет не поедет домой по исполнению все то же самое прям один в один это у нас получается мы показали вам высокий шкаф комод витрину маленький комод сервант и пойдем сейчас искать большой шкаф который гардеробный за 16000 так друзья мы переместились в отдел комодов и гардеробов вот он друганчик на 6 ящиков ну вот смотри вот согласись что на сером цвете даже вот эти стыки и дырки не так критично как на белом то и отмечено ранее да вот просто когда скажи так подтверди пожалуйста дима и слова а ребят 6 ящиков все тоже самое как трешечка только объединенный в одну общую конструкцию даже по денежке он выходит а нет на тысячу дороже чем кто а чем если два две трешки соединить то есть если вот два таких комодика соединить рядышком поставить но под тв все-таки логичнее вот целиковый нет это не тв нет 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 почему однозначно но на во-первых литвы и высоковато она будет ну что-то у нас вообще телевизор еще выше висит у нас нет то у нас она прилиплена ну да к стене в общем каждый решается а разница только в том что здесь есть единая целиковая к концу который вы можете сочетать дальше а так мы идем искать шкафчик что единственное радует она очень компактно смотрится по сравнению с комодом мальм еще какие на 6 ящиков стоят но не очень большие на 6 ящиков у нас мальм у нас есть хэм нас и на хэм нас вообще громадный как грабинга тиседали есть он чисто визуально смотрится очень компактно хотя он объемный он здорово он и по глубине хороший офигенно ты далее раньше такой вместимости влазе вот визуальный глаз прям за смотрится прям вот в небольшую комнату до 20 квадратов она прям как она пишется дал со серия принципе и шкаф искать а я нашла 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 хау в принципе то же самое как единственные двери у нас уже стоит и запилок они из поеду что я тебя не слышал это возрастной так значит смотри а два отделения здесь штанга дальше здесь есть регулировка полок регулировок полки достаточно и смотри все интересно есть регулировка для штанги то есть ты штангу можешь опустить практически до самого низа ну штанга отдельно не продается в страну как тогда а смысл тогда такие пероиды делать то есть для одной штанги в самый низ вверх подожди полочку получается наверх а штангу вниз нет полки отдельно по 500 рублей продается то есть то получается ставишь полка полка штанга сюда нарушение когда штангу до минимума сверху полки уже под костюмы под штаны ребенка скорее всего то есть вот ребенку здесь удобно маленьком брать и пусть будет так ладно не будет используется дизайнерские решения ручки то очень такие же как у всех комодиков и стеллажей только бой это сама блямбочка могу я сразу смотрю уже не знаю будет и для косяка или так уже выставочник разбили он вот эта часть дсп идет овалом давайте покажу сход вот тут и сейчас мы потихонечку вы спускаться и я не вижу и промежуток становится больше может давайте я вам подальше еще покажу может быть дверь убрать очень овально для вот от полумесяца вот дверь сама и это стенка стенка ну вот иди вот она в низу впритык и сверху морская практически когда в середине вот чуть ли не сантиметр да и это не это не в дверях дело смотри еще вот по мне все-таки стенка тонковатая хотя у санги сам например на тоже самое для тебя не будут лишний миллиметр делать тоже сюда примерно то же самое а второе отделение здесь у нас штанга на ней висит модуль стук и точно такая же полка то есть полностью два зеркальных отделения отличие от хэмнесса который нас увы покинул и почем в возе здесь есть одну есть возможность купить дополнительные полки иногда этим шкафом реально не хватает и многие например покупаю тот же сам десант другие линейки страдают что я не могу купить дополнительный полк мне не хватает здесь хотя бы продумали сейчас посмотрим какие будут они это кстати это это полка нерегулируемая а тогда и зачем сюда штангу вешать под что вот я задался вот смотри вот если мы сюда вешаем штангу это какие шмотки сюда грудничковые совсем бодики по футболочке тоже максимум это вот сюда ниже нет смысла в общем не знаю дизайнеру по моему слегка пошалили либо кто-то лишних дырок насверлил история умалчивая под плинтус есть борис нету я нету прямо наипрямейшим образом что скажешь я скажу шкаф опять же как и хэмнесс будет очень требовательный к ровному полу и стене чем равней перпендикулярный стена 90 градусов тем больше шанс что у вас шкаф будет ровненько стоять будут какое-то расхождение на полу или стене вашка будет играть именно вот по салазкам очень заметно и вероятность повышается чем кривее пол со стеной тем труднее вам будет а будет отрегулировать само плавное движение вот этих дверей она вас будет если это идеально дверку отрегулируйте а это будет до каком-то положении заведать иметь вот это в виду просто ты когда последний раз собирал хэмнесс искал чтобы что собирать хэмнесс не будешь но их потом перестали продавать да нет у нас есть в нижнем еще на белом цвете в общем вот так и вопрос у меня к боковой стене почему-то он у нас полумесяца то ли что-то так намудрили то ли такую произвели сейчас даже я вижу ребят у кого уже хауга есть пишите как вам она только стала появляться буквально там месяц небольшим и я вот не вижу креплений в сне хотя я не вижу нигде крепление закреплена значит какой-то может как факс изнутри нет но это мы можем только по инструкции посмотреть она вот здесь закреплено вот что это все проминает я понял как укрепление и как сложно нет 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 то вот эта планочка вот сверху да она не к стене плот и пледа да там на то есть или можем геморрой нет я бы день а что скажешь девушка справится со сборкой или только мужчине да почему бы нет тут особо детали мало для сборка дверки раз два три 4 5 до справится короче только едем домой сможет ли она поддеть это каркас потому что все шкафы собираются на полу основном 90 процентов шкафу сможет она или вот подружку и бутылка шапанского лучше не чтобы подпереть вдвоем так ну что давай прощаться что-то со столов нет в этой линейке нет столов нет здесь шкаф комоды и серванты все такая вот костинная спальня ну к сожалению посвятить не могу и поверьте тайкиным словам что кто сделал я не знаю хорошо точно на свет вытащим нам надо доставать телефоны и гугл как эта страна переводится в эту и лизу они покороче примутажить его посмотрит переводчике папа ну удивление еще делают это мебель и звезд 1223 то же самое не отладить по-другому пишется я говорю что я тут у нас да все одно из луизиана нет с америки везут да в общем ребят для нас пока это тайна но при монтаже уже тайны это не будет это пока поржать все юрьевич гоним вон где россии до главная обращение подпишек а будем делать по поводу последних событий наши давай кто ты ли я давай ты начнешь ты меня тебе наболело больше тут ребята такая дело такое произошло она она с одной стороны немножко обидно нам а другой страны она и ладно сначала открытия канала мы статья на очень значительное время уделяем вам подписчикам отвечая на ваши вопросы помогая подобрать тот или тот товар что вы пошли купили да это только не только касается ютуба это касается вконтакте за последний последнее время сейчас в инстаграме очень много вопросов звонков ватсап вайбер вот дим при тебе вчера звонила две девушки подряд одна из калуги и 2 звонила из якутии в суммарно 40 минут я разговаривала с двумя и опоздал за ребенком в сад к чему я клоню мы за это не просим ни копейки денег мы помогаем помогаем как мы можем вам делая добро вам у нас сложилось сложные неприятные ситуации ну кто не смотрел еще у нас экшен камеру стын зелен мы пока конечно вопрос решаем и очень странно ребята ваша реакция была вот я написал что кто неравнодушен и ну кто хочет поделиться частичкой я не заставляю каждого что мы не будем снимать я не беру за каждым подписчикам и прошу дать и бабки брать на камеру я не даже спонсорство поэтому не вводим до от вас идут злые комментарии что вы зарабатываете миллион долларов да смешно говоря ну как бы много денег зарабатывает лечить и до новой экшен камеры на самом деле без особых проблем можем пойти купить ее сейчас но ребят она нам в принципе для сибири анвел нас где мы зарабатываем значительную сумму своего дохода скажем так 90 процентов своего дохода она нам не нужна мне экшен камера для сайберин не нужна и зачем мне идти за рано заработанные деньги и покупать потому что изначально когда мы открывали youtube канал три года назад было вложено первые 200 тысяч и потом было еще столько же вложено эти деньги брались языке и службы доставки тупо это были кредитные деньги которые вот только сейчас мы благодаря сибирскому и закрыли и канал еще таких доходов не приносит поэтому нам немножко непонятна реакция почему так а то ли это зависть человеческая что мы показали чек за октябрь во влоге я холи дальше что хожу вот кто пишет эти комментарии ну они во первых злые любящий считать чужие деньги а это жизнь хомяка до нахрапать пожаре в нем одевать и сдохнуть вот эта жизнь я все ищут тайну мы все ищут секрет богатства есть секрет богатства может быть ты не знала на принципе ты знаешь ты у тебя есть в начале месяца купеческий закон это примерно к этому ребята я вам открою единственный правильный и верный способ разбогатеть ребят жертвуйте искренне кто может деньгами кто может эмоциям и поддержкой сами лишь там только тем вы можете разбогатеть потому что жертвуя вы не требуя в этом как бы сейчас я ему отдам деньги и не через недельку пролетит в войне не бывает если вы будете искренне безвозмездно делиться собой но у вас нет денег знаниями потому что на самом деле нам очень подписчики помогли а когда я в инстаграме выложила что у нас пропала камера что мы не знаем что делать то есть dpd отказывает мне сразу написала подписчица постоянная с про икея говорит тань перезвони еще раз требуя запись видеокамер то есть это юрист которая сказала мне что сделать и мы подали мы правильно составили вот эту претензионную апелляцию где педи теперь ждем ответа к чему даме душе советом поделился даме сказать люди дорогие подписчики те которым мы любим мы также начните делиться искренне искренне не обязательно с нами и вам обязательно вернется в двойнике где если хотите вот еще раз пример ну чтобы до конца понятно я иногда ездил в такси попался интересный мужчина по собеседнику за такси примерно 150 рублей платить я даю столько же за то что мужчина хороший твою дорогу скрасил интересной беседой на самом деле ребят здесь все просто это даже не секрет как его называть это закон сохранения энергии физика 6 или 7 класс поправьте меня энергия закон ньютона прибыла убыла прибыла убыла поэтому в принципе я от этого и философии придерживаюсь я жертву чем могу аж чем я жертв могу я могу в основном принципе 80 процентов комментарии кухаре ну да дима сидит ребят реально и порой до трех до четырех утра отвечать на комментарии отвечают в youtube и почему мне быстрее ответить голосовым поэтому ко мне да все бегут в инстаграм я быстренько записала голосовой ответила ладно мы уже затянули я не люблю вот это вот мытью и я просто хочу объяснять люди давайте не будем злыми просто сам бог велел делиться делить дуны тоже делиться но быть человечным друг другу не надо проявлять злость другим мы не виноваты что вы такие и и вы не виноваты что вы такие да надо быть всегда лучшей версии себя становиться меня знаешь один комментарий и рассмешил и обидела очень когда нас назвали бесстыжими как за что а что мы сделали при таких доходах клянчить что-то с подписчиков и как у вас хватает у блогеров совести дай договорю вообще почему последнее время все блогеры собирают на технику ребят вот эту камеру дима покупал весной и по чесноку декабрь она уже себя отработал я снова менять надо но почему она останется второй камеры она будет лопал не ну как третье лицо получается эта камера станция и не выкину я не продам она хорошая просто я как-то более серьезную тему как третьим лицом в продолжение то что мы зарабатываем в одном у кима тоже зарабатывал а тут у нас творчество вот давайте посчитаем вот вы любите даже бабки читать да ну давайте вместе посчитаем да мы сюда в икею ездим исключительно только снимать обзоры поездка в икею стоит нам 7000 рублей эта дорога солярка и поесть умножьте на четыре пожалуйста сколько это денег но это минимум это менее дошу приехать снять покушать и уехать да и плюс день тебе сейчас каждый бутерброд из дома бери оливьешечку и исключительно только 30 до чтобы снять это без учета техники амортизации техники и почему-то никто не учитывает то что ты сидишь и монтируешь это зарплата оператора грубо до оператора монтажера и так далее ладно лирика для тех кто любит стать бы читайте дальше читайте почему так так друзья лирическое отступление у нас закончено по серии хауга я жду ваших комментариев потому что на самом деле это очень важно повторюсь у нас еще пока отзывов от клиентов особо нет шоу